Еще в советское время у нас в колхозе, в нашем колхозе, был маленький кирпичный завод, который выпускал кирпичи. Правда, кирпичи там была кое-какая недоработка, они иногда были не обжженные, не до конца, не совсем закаленные. Но это, несмотря на это, все равно из этих кирпичей строили дворы, которые есть. Сейчас их пытаются разбирать, половину уже разобрали. Кирпичи, часть кирпичей шла на строительство печей, фундаментов, вот в деревне. Жить-то в деревнях стали в последние какие-то 60-х, 70-х годах, 80-х, а до этого-то так все держали на подсосе, работали за трудодни, за палочки так называемые. Ну, короче, пока колхоз был, было, работало вот это все производство. Потом туда в 90-х, когда перестали, стали зажимать, перестали деньги платить. Ну, по всей стране стало демократы к власти пришли. Строились, еще раз повторюсь, постройки эти все не за один год, все это было в несколько этапов. Каждый год все строится, строимся, там что-то подновляем, обновляем, делаем заготовки леса, бревен, прикупаем какие-то доски. И вот постоянно идет вот это какой-то бег называемый, так называемый бег по кругу. Там что-то обновляем, что-то подновляем. Вот так вот. Ну, много работы, много работы. Так вот просто в лето приходит, промежуток короткие лета, и начинаешь там что-то делать. Все деньги уходят там на какое-то строительство, покупаем материалы, покупаем там это, то, все, пятое, десятое. Итак, друзья мои, где же взять пиломатериал для строительства, для ремонта, еще чего-то? Существует два вида способа добывания или добычи, появления этого пиломатериала. Первый способ это купить. Купить на пилораме. На пилораме можно купить в двух случаях. У нас пилорамы есть, ленточные пилорамы. В данный момент она, правда, не работает. И пилорамы в рабочем поселке Мурунцево. Продают пиломатериал хвойных пород, березовых пород. Березу, осину, сосну, другие какие-то. Брус, доска, пятидесятка, сороковка, обрезная, необрезная, штакетник. Одним словом, весь спектр пиломатериала, который нужен для работы, для строительства. Все это можно купить как в Мурунцево, так и у нас, в нашей пилораме. Мурунцево. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А как-то, мои дорогие Вот так вот, Ленин Ленин заботился о трудовом народе Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, вот много сейчас таких пошла тенденция строить, делать покрытие из профлиста Ну, профлист, что он это железо, считай Ну, с одной стороны, оно тоже может быть недолговечное Вот где-то его на крышу можно застелить А, да, последнее время даже видел сейчас вот столбы Чтобы это все было ровно, как-то это профтрубы, профтруба, она тоже И на ремонт тракторов идет, строительство каких-то кабин Ну, универсальный, можно сказать, материал такой Нужна, так как говорится, только профтруба Сварка, маска, электроды и умение человека, кто может это все дело варить и делать, строить вот это все А знаете, если посмотреть на срезы, то можно посчитать, сколько дерева лет росло Когда было деревом Сейчас покажу вам Вот тут очень хорошо заметны срезы, годовые кольца И так вот, если чуть-чуть подальше отдалить, то очень-очень хорошо видно Сколько же лет росло каждое дерево Вот они, годовые кольца И в каждом, так вот, в каждом стволе отчетливо видно Ну, где-то лучше видно, где-то хуже, где больше Эти годовые кольца Тут вот Самое интересное, что можно посмотреть хорошо, плотность древесины Где-то больше Годовые кольца шире Где нет, где меньше И в каждом, вот, в одном дереве может быть разная плотность древесины Где кольца стоят, расположены ближе к друг другу Плотность значительно выше Где кольца не так близко расположены, то там плотность не такая высокая Видно даже, сколько сучков вот здесь Сучки расположены звездочкой Сейчас вот это Запах такой сосновый издает Лес сырой Пахнет очень хорошо смолой Вот, очень хорошо заметно Годовые кольца Обычно еще как в город приезжаешь, к родственникам заезжаешь И они тебе отдают там То одежду старую отдают Которую мы впоследствии там В деревне-то что ее носить Одел там Кроссовки, штаны какие-то Куртку, шапку какую-то старую И пошел к коровам или здесь какие-то работы выполнять Это Мы насчет этого Деревни непривередливые Или Какой-то там сервант старый Что там еще, окна старые Да все подряд Вон, прицеп зацепил И еду в город И каждый раз, когда в город еду Летом, весной, осенью Везу от родственников Что-нибудь забираю Отдают какие-то ненужные вещи Для них они ненужные А для себя, они для нам в деревне нужные Та же душевая кабина Вот, которая сейчас у нас, допустим Есть, пользуются родственники Сказали, ну вот Она нам не подходит Я говорю, хорошо Я с удовольствием заберу Двери, вот, кстати Двери Тоже У них они тоже По каким-то там им Признакам не подходят Мы забрали себе Пользуемся, стоят Сейчас надо, кстати, ездили В город надо было заехать Забыл, вот сейчас только вспомнил Какие-то ковры, дорожки забрать Половики Им, они, говорят, не нужны А нам-то они пригодятся По-любому Где-то можно оббить Где-то что-то застелить Вот так вот С кулацком хозяйстве Все пригодится Вот так Да и просто Просто Че их выкидывать Они Здесь будут нужнее Нам еще послужат Какое-то время Профлес Да Сейчас люди приезжают Че, Елена Степановна Че Сейчас заберу у тебя эту Назад сумочку А че случилось Камеру выключи Елена Степановна У меня выговор сделала По хозяйственной части Какой-то Короче Так Сделают сейчас и у нас Тоже из профлиста Это, конечно, красиво Быстро Все это Ну, вроде как Кто-то скажет Не по-деревенски Да, зато дешево и сердито И стоять будет Намного дольше Хотя, само собой Дерево Как-то глаз Радует Может быть Больше, лучше Ну, короче Вот так вот Дешево и сердито Ладно, друзья мои Пойдем исправлять Косяки А то Елена Степановна Там на меня уже ругается Наезжает Все, пока